Может, ты посмотришь на того робота, что Макс притащил? Последний раз. Пожалуйста. Бейли. Да. Я никогда таких не встречала. Он второго поколения, но странный. Я нашла подходящий аккумулятор и настроила пульт дистанционного управления. Так что он функционирует, но он не боец. Ну, тогда можно его на спарринг пристроить и сделать на нем несколько соток. Чарли, остановись. Это мой робот. Вообще-то, я полночи тащила его на себе. Он мой. Он твой, конечно, но запчасти, которые мы ставим, они мои. Он, может, и на ногах-то стоять не будет, а вы уже деретесь из-за него. А с тобой-то что? Эй. О, осторожно. Не подходи. Это, кажется, функция тени. Большая редкость. Он может повторять и запоминать движения. Как думаешь, он, может быть, нам полезен? Вряд ли. Там есть мойка. Эй, там есть мойка, стоит рядом с машиной. Иди, помой его, а то вонь ужасная. И сам заодно помойся, а тебя тоже несет. Так, я переключила его на пульт. Тут все стандартно. Вот эти контролеры управляют ходьбой и поворотами. Ты же играешь в видеоигры? Конечно. Принцип тот же, только на другом конце огромный робот. Круто. Круто. Атом. Его зовут Атом. Устроим убой. Сомневаюсь, что это боевая модель. Это G2. Создан в 2014-м для спарринга. Эта функция тени позволяет подстроиться под стиль любого другого робота. Хорошо, ну так, может, устроим ему бой? Ты что, не слышишь? Он создан для спарринга. Выдерживает почти любой удар, но не способен атаковать. Лучше продать его на запчасти. Ну, бой-то можно устроить? Давай, устроим убой, устроим убой. Господи, да сколько можно? Хочешь, чтобы я засунул его в нелегальные бои насмерть, да? Я видел, как ты дрожал от страха в Крэш-Пелосе, да. А там, где разрешат драться этому роботу, ты просто-напросто в штаны наложишь. Отлично. Устроим убой. Упертый гаденыш. Вот так сюрприз.